итак привет ребята ребятунчики сейчас мы доедем и я вам все прекрасно расскажу итак привет ребятам тьфу то господи а уж с вами 10 раз привет привет все блин смотрите какая ситуация получается короче ладно поехали потихоньку короче вот сотрудника полиции до раздали памятки да что там в памятках этих написано да вот вот я вам дословно могу сказать просто обязана опрашивать граждан о целях выхода из дома разъяснять москвичам их права период борьбы с коронавирусом кроме того стажи порядка могут попросить предъявить паспорт паспорт у вас должен быть собой это по идее так и должно быть памятки подчеркивается что доставлять нарушителей в отдел полиции необходимо только в крайнем случае когда человек оказывает агрессивное сопротивление о чем ребят это говорит все мы люди и полицейские депутаты и туда и сюда и все остальные и хотел сказать это латиноамериканцы и вы поняли меня чтобы не заблокировали короче все мы люди начнем с этого с одной стороны действует закон на это как как распитие за это распит и спиртных напитков в общественном месте появление вне тезистояния исправление нет это естественной надобности ну вы сами понимаете о чем я говорю мелкие хулиганцы фиганцы туда сюда но во первых кто вас забирает и кто не забирает есть людям есть не людям есть которые забирают нормальные есть которые не забирают ненормальные точнее забирают у вас тоже может быть и нормальные на с каком смотря основании мой совет ребята ведите себя корректно если к вам подошли с полиции с росгвардии или там кто сейчас там сейчас у нас мчс еще по-моему подключили да мне вообще кажется что они еще военных подключат надо вежливо говорить ребята не надо говорить я вам сейчас дальше объясню по законам и там еще как кое-что пробежимся там и много чего интересного будет в этом видео на суть другом не надо никому никогда хамить понимаете это никто никогда не любит все мы люди все мы человеке просто одни исполняют приказы указы другие им подчиняются так скажем так заведено смотрите как система по устроенным к вам подошли да допустим и вам сказали молодой человек куда вы там идете ли там девушка вы куда идете вы там говорите я вот иду в магазин туда-сюда вам говорят сейчас режим чс фигес туда-сюда 8 дыр 8 пыр вы нарушаете статью такую закон такого то блин вы сейчас с вами проедем вы говорите вы меня уж извините я об этом просто не знала я не информирована это ключевая фраза потому что первое что вы должны сказать что вы не в курсе что есть карантин по законам если даже вас привезут суд вы просто в суде говорите я понятия не имел точнее карантин а у нас как называется режим самоизоляции мы сейчас еще по закону пробежимся с вами по-быстрому сейчас секунду я дух переведу и так давайте ребят ладно вкратце блин очень долго иначе видео получится я могу честно сказать даже не честно сказать а я вам говорю согласно части 3 статьи 55 и части 1 статьи 56 конституции российской федерации в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным то есть социальным законом могут устанавливаться отдельные ограничения я прав и свобод с указанием пределов и срока их действий я так туда-сюда много букв много слов вы наверно ни хрена ничего не поняли сейчас я вам дальше расскажу что нам это дает в российской федерации на настоящий момент не введен чп чс и судя по всему введен и не будет начнем с этого юридического термина самоизоляция его просто в природе нет это дело добровольные рекомендательные ребята которая не может быть навязана вам или как гражданину как гражданину его просто нет понимаете что например карантин это уже обязательно необходимость изолирования человека до предоставляющая опасность для окружающих но на данный момент это опять же касается только людей которые там прибыли из других стран там туда-сюда инфицирован а также люди кто на карантине понимаете человек заболел а он там ходит там всех заражает я согласен с этим да дальше поехали режим чрезвычайных ситуаций это обстановка на определенной территории сложились в результате аварии ребят опасных природных явлений катастроф стихийных или иных бесы которые могут повлечь могут повлечь запомните повлечь или повлекли уже за собой человеческие жертвы ущерба здоровью людей окружающей среде значительно материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности человека при таком режиме накладываются ограничения на права и сара и свободы что вам еще рассказать а знаете в чем прикол честное а потому что если вводится режим через то граждане имеет право на компенсацию ущерба возникшего из-за этой ситуации дальше дальше я не буду застрять свое внимание потому что это получится вообще чуть ли не юридической консультации за бесплатно часть 2 статьи 6 река обгласит да за нарушение законодательства область обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и тыры-пыры 8 дыры так я к чему это все ребята о том что законодателям четко указан критерий наступление административной ответственности за подобное деяние ребята знаете как это это введение режима чрезвычайной ситуации или карантина знаете что касается в разные вполне санитарно-генический пройдет там там мер каких-то да там туда сюда там угрозы распространение кстати на которые могут опираться сотрудники полиции судьи там штрафу вам выписывайся поставил там 6 и 3 помкап я уже точно не помню да я вам могу посоветовать что согласно блин сейчас я вспомню по моему часть 3 6 статья 55 конституции рф права и свободы человека гражданина могут быть ограничены федеральным законом ребята федеральным законом по моему не буду врать по моему часть 3 статья 55 конституции федеральным ребята законом они распоряжением органа местного субъекта самоуправления о чем это говорит ну мозг включите и так вы надо уже наверно загрузились до итог какой ребята штрафовать по идее вас право никакого никто не имеет то что вы если вы не болеете вы можете ходить вас никто не имеет право ограничивать в правах и свободу гражданина потому что это написано в конституции в конституции ребята которые сейчас пытаются переписать но и не переписали на есть второе не надо ребят там сотрудниками полиции туда-сюда там спора вести знаете почему потому что они сами такие же люди как и вы у них такие же дети такие же семьи они также живут как и вы мало того вы думаете они там надбавки получат за то что они вас забрали или звездочки нет они несут ребята службу понимаете и они бы луги это я сто процентов город то что блин дома бы лучше бы сидели чем они бы вот сейчас просто вот в этом режиме причем его продлят до лета работали бы вы думаете им кайф там стоять да и не споры там если кто-то там ладно про деньги вообще ладно промолчу на это это не об этом видео про взятки и фигатки не хочу вообще на эту тему даже быть завтра что они будут делать завтра завтра они будут сначала штрафовать потом туда-сюда они будут смотреть просто на реакцию общественности знаете чем весь прикол смотрите они прекрасно знают что у нас полстраны не работает официально это же там выплаты пенсионерам по 100 рублей день до которые не начислили там еще кто-то кому-то там чего-то туда-сюда блин ну это я даже не знаю как это бесит короче ребятам если вас остановили не согласен фигасе туда-сюда есть у нас статья в конституции и и никто не отменял так же как и я вам сказал в этом видео про все и вся про все и вся про все и вся я вам сказал в этом видео короче включаем мозг ни с кем не ссоримся и живем как дальше жили да или не так как вы там живете не знаю тоже пишите мне в комментарии никто же не отвечает точнее нет врублен простите меня пожалуйста отвечают смотрят и читают что еще добавить про пропускной режим нет я знаю чем это все дело закончится не хочу сейчас это говорить я вам уже в начале видео сказал я знал что будет я уже знаю что дальше будет поэтому ребята блин я не знаю как сказать хотел снять если честно в конце с позитивом на видео было бы очень долго не знаю смотри господи какая мне разница очень долгое получилось бы суть в чем то что сейчас я буду снимать новое видео ребята подписываемся и смотрим что с нами будет а самое главное смотрите весь прикол я вот сегодня проехал по магазинам единственной без маски верите нет вы посмотрите на меня через месяц через два через три через пять через десять можете даже подписаться и ради прикола посмотреть что со мной случится болел я или нет как и это перенес заразу а дальше я вам сейчас вот реально я вам сейчас запилю просто трэш просто трэш кто до меня кто до этого момента досмотрел это видео а еще одна секунду ребята то что вы говорите что я пьяный я вам говорю это телефон такой блин я не могу понимаете настройка мало того что у меня нос всю жизнь хронический насморк первый кстати признак этого коронавируса нету насморка блин у меня нос не дышит нос не дышит я так говорю говорю понимаете там все все я думаю чем пьяные пьяные уже там написали мин то вообще что это вы с рукой обожраться за да все придавая я не пил ничего еще кроме чая я ничего еще сегодня не пил сейчас пойду выпью кстати серьезно наверное пойду выпью и вам запишу новый видосик но он будет в комедийном плане и так ребята кто досмотрел ставим лайки подписывайся на мой канал смотрим жив я или нет когда я погибнут вирусом сейчас спецэффекты и дрожка это получается над этим темнотей но это ладно это сам с собой разговаривать ладно давайте вот так на позитивной ноте не расстраиваемся посмотрим что завтра будет пропусками полдня я посмотрю сам даже интересно статистику посмотрю по каким статьям привлекают туда-сюда я позвоню своим людям они поговорят узнают и мне скажут так что ребят не переживаем все видео затянулось давайте а я даже прощаться не буду я сейчас буду снимать новый видос потому что два дня меня в сети не было давайте